Я сегодня выхожу с идейной поддержкой по проекту «Изменение культуры отношений на дорогах». То есть, смотрите, мы сейчас живем в какое-очень интересное время, когда мир меняется очень быстро, стремительно. Технологии каждые пять лет вообще практически меняются полностью. И вот те привычные подходы к созданию транспортных систем, когда учитывались дороги и машины, то есть они сейчас у нас по привычке так и остаются. Я хочу сейчас привнести туда еще и человеческие отношения. Понимаете, когда раньше, к примеру, взять правило, то есть я еду по главной дороге, и по большому счету меня все пропускают, кто с обочины выезжает. Но когда я еду в пробки по главной дороге, я понимаю, что тот человек, который выезжает с обочины, если я его не пропущу, он же будет там стоять до конца веков, пока пробка не закончится, собственно говоря. И в этом плане я останавливаюсь, то есть я неправильно начинаю руководствоваться, да, а чем-то другим отношениями. Почему? Потому что я уважаю этого человека, я его пропускаю, он мне поморгал, и мы поехали. То есть, понимаете, у нас на дороге уже мы начинаем жить не по правилам, да, а по каким-то другим законам, которые описываются отношениями. И поэтому я хочу создать специальную такую организацию, и у меня есть технология, я знаю, как это сделать. Это, я хочу сделать парк отношений в городе. То есть это такое место, это такое место, которое будет базироваться, скорее всего, в ботаническом саду, возле зоопарка, да. Но архитектор города сказал, что в принципе можно разместить в каждом парке по филиальчику. Вполне возможно, что мы часть этого сможем на территории зоопарка разместить, да, и будет размещаться в интернете, да, то есть то же самое. То есть смотрите, я хочу на одной территории разместить такие беседки-домики, да, ну давайте домиком назовем, да, вот, и поселить туда человеческое качество. То есть, к примеру, домик радости, домик гнева, домик злости. И в этом плане, гуляя по этому парку, да, мы можем просто напросто зайти и посмотреть раз-раз, и мы поймем, а чем же гнев отличается от злости. Очень часто мы в жизни это путаем, поскольку в нашем садике этому не учим, да, мы в школе это не проходим, собственно говоря, в институте это не дают. Единственное, где это есть, это в театралке и в спецслужбах. Вот там четко, там все обучение построено именно на этом. Вот, и если мы делаем такой парк, то тогда это такое место, куда можно прийти, допустим, там с семьей, да, посмотреть, вот, и увидеть, а, собственно говоря, какие вообще у нас эмоциональные отношения происходят. Когда мы это увидели, да, тогда мы четко понимаем, что оба, если нам это нравится, мы можем это развивать, если нам это не нравится, следовательно, мы можем что-то с этим делать. И, смотрите, на дороге, вот у нас есть дорога, да, мы часто видим, что на дороге появляются агрессивные какие-то люди. Есть люди, те, которые считают, что он на автомобиле, да, а тут в общественном транспорте, это лох. Это же отношения. Ты не сможешь издать такой закон, что нельзя считать тех, кто ездит на общественном транспорте, лохами. Ну, нельзя, да. Поэтому для того, чтобы поменять дорогу, да, смотрите, у меня возникла такая идея, а давайте мы поменяем отношения в семье, и мы пригласим сюда кучу-кучу специалистов, экспертов, которые сейчас занимаются семейным консультированием. Они к дороге сейчас вообще никакого отношения не имеют, собственно говоря. И поэтому мы сделаем так, чтобы человек, когда сюда выезжал, да, он, по крайней мере, знал, что если он в семье, ну, фиг с ним ругается, да, но поругался, да, в состоянии вот этого агрессивном, да, на дорогу выезжает, ну, ты приведи себя в порядок, прежде чем выезжать на дорогу. Ведь люди, которые на дороге, они же в этом конфликте-то вообще никакого отношения не принимали, да, зачем ты выливаешь агрессию на них? И другое дело, когда на работе, да, ну, мало ли, что там произошло, да, то есть ты так же с этой агрессией выезжаешь на дорогу, ну, оставьте ее на дороге, то есть умей просто управлять своими эмоциями. Вот, и тогда, получается, если мы меняем отношения на работе, смотрите, у нас есть куча-куча специалистов. Коучинг, ТРИС, НЛП там и прочее-прочее, то есть те специалисты, которые занимаются консалтингом на работе, да, они к дороге сейчас тоже никакого отношения не имеют. И, получается, тогда возникла такая идея, что мы с властями можем договориться, что, ребята, давайте вы нам выделяйте парковое пространство городское, да, взамен на то, что мы вам бесплатно будем менять культуру отношений на дорогах. Но мы будем просто-напросто, поскольку мы, это, знаете, большая такая реклама и привлечение, представляете, какой поток мы приведем к этим специалистам, да, то есть, и вот возникла такая... Можно вопрос, то есть, я прошу прощения, то есть, он прям душу ждет, то есть, вот, знаешь же ли ты, что люди иногда ходят в спортзал? Да. То есть, ну, и в спортзал у них приходят, там, железо потягать, кто-то ходит грушу побить, кто-то ходит, там, в спальниках поучаствовать, да, то есть, ну, вот, некоторые ходят в спортзал, вылить, например, негативную энергию. У них все хорошо дома, хорошо на работе, но вот негативная энергия откуда-то цепляется, и вообще она есть просто, как человек такой. Он приходит в спортзал, и его выдает. Что делать с теми, у кого и там, и там хорошо, а вот дорога, как спортзал, в который он под душу стучит? Вот, собственно говоря, идти и показать, что, ну, найти себе любое другое место, где ты можешь выливать свой негатив, то есть, не отказываясь от него, да, но просто пойми, к примеру, да, Можешь себе представить такую ситуацию, когда ты идешь по тропинке, да, вот, ну, по узкой тропинке, да, и мы с тобой не можем произойти. Если я выхватываю нож, ты выхватываешь нож, и мы начинаем друг друга там это. Ну, это же нереально, мы с ним можем убить друг друга. А на дороге мы забываем о том, что автомобиль так же сделал малейшее движение, ты убьешь другого человека, понимаешь? Мы просто это забываем. И вот задача этого парка как раз показать, что, ребята, ведь автомобиль это оружие, от него каждый год погибает столько народу, да, сколько за десять лет в Афгане не погибло, собственно говоря, понимаете, да? И задача, то есть, мы будем менять культуру вообще отношений людей, мы будем учить разговаривать, как поговорить про отношения. Ведь мы сейчас, допустим, если сталкиваемся с другим человеком, мы начинаем его наезжать, понимаешь? Не просто пока разговариваем, а наезжаем. А как научиться вот выяснять отношения с другим человеком? Вот задача вот этого парка. Вот у меня идея такая, собственно говоря, как реализовать в городе такой проект, который будет нацелен на то, чтобы развивать, учить людей управлять своими эмоциями. И управлять, ну, не только на дороге, да, а управлять и в семье, и на работе. Как ты хочешь, чтобы у тебя сейчас подешали? Ну, собственно говоря, мне интересно, во-первых, как воспринимается сама идея, да, раскрыл я ее или не раскрыл, то есть, становится ли вообще понятна идея, да, то есть, нужно ли ее дорабатывать, собственно говоря. И куда можно сходить для того, чтобы найти единомышленников для реализации этого проекта? Можно уточняющий вопрос? Можно. Я правильно понял, что культура отношений в транспорте, ну, то есть, на дорогах, то есть, ты создаешь парк для того, чтобы помогать и обучать, поддерживать людей, тренировать культурные отношения. Да, да. И назначение парка в этом. И ты показываешь, что там будут вот эти вот домики, и ты там будешь работать с людьми, да. Какие проблеми? Ну, сегодня безопасность, дорога, и охрана. Я сформулировал вопрос? Или еще как-то надо его завозить? Хорошо. Если есть другие пути, то я готов выслушать. То есть, у меня задача, как массово поменять культуру. Ну, вот, то, что придете проговаривать, то есть, то, что вас за школой, ну, сильно, наверное, смотрю. Нет, помните, что вы учились? Буш. Точно я не видел вас. Второе, когда вы рассказывали, что делать с адморастом, который, там, зацепил вас в банк, там, или что делать, если вас не пропускают. Ну, очень простые советы, потому что вы не можете их строить. Вы поймите, это в человеке заложено. Да нет. Если он, если он народ, если он бесовест, он сынов никогда не пропустится. Понимаете, это надо воспитывать вот с детства, в семье. То есть, как еще сходился с вами в церкви, не бежал, не навстречу. Спасибо большое. Всего доброго, Даня. Это есть такая вещь. Но вот я могу сказать, что в 90% случаев, когда ты выезжаешь со второстепенной дороги, там, или через пробки пытаешься проходить, то есть, если ты устанавливаешь визуальный контакт с водителем, который едет в другой машине, то есть, ну, просто посмотрел, 90% даже больше, наверное, людей тебя пропускают. То есть, вот это очень простой совет, что перестраивайте, посмотрите на человека, привлеките внимание, попросите выпустить, и вас впустят. Я не слышал нигде, никогда. То есть, надо лишь умножить, правильно? Смотри, мне бы совершенно больше бы сразу сфокусировало твое выступление, как бы обратную связь, да, на вопрос, ну, что я понял и как я понял. Если ты назовешь парк отношений на дорогах, и парк отношений на дорогах, если ты говоришь, что цель парка – это тренировка, ну, вот, тренировка, воспитание отношений на дороге, то тогда ты назовешь парк отношений на дорогах и показываешь там разные ситуации. Если бы ты нарисовал не домики, допустим, а если бы ты там нарисовал дороги, то я уже как-то переключился в идейную подтяжку. Если бы ты там нарисовал дороги, каждому человеку выдали бы в руль вот так вот, и они там ходили вот так вот, останавливались там, здоровались там, ну, и что там, допустим, там, вот так вот. А потом здесь же были там психологи, коучи, триггерцы, то есть там были эмоциональные дома, в которых можно там прокачать вещи, эмоции. Вот, тогда бы, ну, тогда бы это… Для меня бы это было более целостно. Ну, то есть целостная идея и способ реализации этой идеи цели. А если бы парк отношений на дорогах был, допустим, не бы часть, допустим, это было бы нормально? А вторая часть? Ну, или вот так, ну, треть была бы, да? Дорога, да? Семья? Да, 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 да. Три парка? Ну, три парка или три идеи. Ну, это нормально? Нет, отлично, нет, отлично. Я просто, что я хотел добавить, ну, в твое выступление, ты спросил, насколько понятно, да, я хочу, ну, я вот это как бы анализирую, анализирую, я уже не первый раз слышу, ну, когда ты рассказываешь про это. И для меня все время разрыв, вот, разрыв между, ты говоришь про отношения и про домики, а потом и говоришь про дорогу. Вот эта связь далекая, ну, более далекая, она непонятная. То есть, ну, она непонятная в первом изложении, когда ты проговариваешь эти слова. То есть, непонятна связь целей со способом ее решения. Если ты целью ставишь отношения, культура отношения на дорогах, если культура отношения на дорогах, если именно эта цель, то тогда нужно больше связать, больше показать связки между целью и тем, как ты ее делаешь. Все, понял, понял, понял. Ладно. Ну, наверное, мне есть вопросы тебя напомнить. Я вообще специалист продаж, и есть очень простая теория очень дорогая, что продавать нужно две вещи. Первая вещь – это надежда, а вторая вещь – это угроза. И все продажи, все теории и изыски, они накручиваются вот, знаете, у меня что? Ну, я бы тебе рекомендовал найти здесь надежду и угрозу, и для себя решить, разбивая на домики радости, гнева и что-то еще. То есть, что ты хочешь делать? А, может мне найти его хорошего положения? Может быть. Нет, просто попытка объединить эти две вещи, то есть, она, ну, очень сложна. То есть, и реально действует, если только, когда ты продаешь сразу и угрозу, и надежду, это можно делать только у одного человека. То есть, на группу лиц я пока не знаю, с каких вещей. То есть, ну, в медицине что-то делается, но оно для другой группы лиц будет давать вторжение. Поэтому, если делать парк, то уж отдельно парк надежды, отдельно парк… А, поделить их? Да. Отделить парк угрозы. Прикольно, в принципе. Парк угрозы. Ого-го, нормально. Ну, просто, представляешь, как тяжело заходить, заходить с ребенком там в доме скорби. Представляешь, чтоб пошел отдыхать. Ну, согласен. И завести туда своего сына там. Согласен, согласен, согласен. То есть, в принципе, его можно поделить парк по положительные эмоции и, условно говоря, ну, я фантазирую, да, отрицательные эмоции. Ну, и надо говорить, зачем отрицательные эмоции. И по отрицательным эмоциям вводить. Зачем? В каком-то поле, где бьют? Ну, не бьют, а бить. Еще одна усиливающая мысль. Усиливающая мысль. Непонятно из твоего выступления, но непонятно, почему люди придут в парк. Почему люди захотят прийти в парк? Почему они туда придут? И что они получат? Ленис, тут еще идея, в основном, дозрела. Парк радости, ну, как бы, люди куда-то будут хотеть идти. А парк, боли, негативных чувств. Это парк, обязательно не допустим, от определенных людей. То есть, ну, в руку я некоторое количество нарушений сделаю. Роди, пожалуйста. Министерство не останавливает. Градуйте нарушения, сходите в парк. То есть, можно прописать, сходите в парк. Такая штука, что за неоплату штрафов можно, по решению сюда можно посидеть 15 дней отдохнуть. Ну, а здесь... Помести в парк? Да, а здесь... Ну, не это. Погулять на парк. То есть, в идеальном порядке, что зайти до всей комнаты. Зайти до всей комнаты. А там регистрировать. Ну, зашел, все хорошо. Походил, погулял, все понятно. Ну, неприятные эти штуки. И я, к сожалению, вынужден сказать, что действительно в жизни очень часто продается угроза. То есть, и не только с точки зрения наказания, администрации, еще что-то. Очень часто продается угроза с телевизоров, то, что мы в рекламе видим. И я, будучи продавцом, очень часто продаю угрозу, ну, что в силу некоторых особенностей людей. То есть, когда... Не зря появилась пословица про то, что «Евшая птица гордая, без спинка не победит». А вот, если надежда на то, что там люди на дороге станут лучше, то есть, и каждый, кто едет, то есть, когда ты едешь с ребенком в машине, то есть, и видишь какой-то, ну, не очень адекватный человек, как приведет к тебе, человек один раз это пережил, то есть, и он будет поддерживать свою девочку, которая всегда в такой первый день за рулем. Так, у меня осталось полторы минуты. Что для тебя еще важного можно сделать? Так, ну, в принципе, это такие одни из первых выступлений, да, то есть, поэтому я тут еще сам в поиске, да, и я уже получил то, что я уже прошелся по этому, да. То есть, это далеко не самое худшее выступление, врачам было все гораздо хуже, вот. Акет значительно больше. Да, значительно больше. Да, 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 да. Я теперь понял, что, ну, действительно, даже сейчас, я оказалось, что от всего лишнего убрал, да, но все равно слишком сложная конструкция, да. Еще очень важная вещь – это учить людей определять неадекватных. То есть, вот то, что ты сказал, то, что если это будут начинать давать в автошколах, то есть, как определить и как себя вести рядом с неадекватными, то есть, ну, это было бы очень здорово. То есть, обычно, когда, там, 60 человек, который недавно за рулем, принимает решение, что делать, когда на него там сзади летят норгая в сигнале, там, выжимая куда-то, то есть, жалко так. То есть, это получается в автошколу, да? Или добавить, ну, я не знаю, планируешь ты это или нет, то есть, как вести себя в сложных условиях, когда ты попал в сложную ситуацию. То есть, как раз, когда тебя подрезают, жестко ведут по отношению к тебе или там что-то. То есть, человек просто приходит и вырабатывает навык, как оставаться осознанным в этот момент и что и как действовать. Не только автошкола, а еще домик такой сделает. Либо вот эту угрозу. То есть, если… Угрозу выхода из сложных ситуаций разных. Специалисты, которые могут… Прям помогаю конкретно. Ага. При выдающих прав, что делать в сложных ситуациях. Да. Еще такая идея для тех, кто недавно в аварии, там же человек стресс, ну, долгое время переживает иногда. Угу. Вот. Тоже для них домик сделать. Ага. То есть, идея про эмоции, она классная, но она совершенно… Применена к дороге. Сразу ее можно понять. А. То есть, ее нужно… Ее… Ты можешь это сделать, но… И это, может быть, будет самая работающая штука. Ты можешь ее сделать, и, может быть, это будет самая работающая штука в этом парке. Но люди туда пойдут или говорят не за этим. Угу. Вот. То есть, идея про эмоции и про то, как этот домик радости или домик зла… Непонятно. 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 Совсем непонятно. То есть, как бы, я вот пытаюсь представить, домик радости пришел, а вы что, я там радуешь, как дурак? Ну, почему? Ты понимаешь? Знаешь, домик радости сделать это очень просто. То есть… Просто… Реглама. Просто… Реглама. Реглама. Этого недостаточно, чтобы понять, кто есть. Вот. Такая вот, обратная связь. Ну… Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Давайте поблагодарим Андрея Андреевич. Позвали у кого-то по горосою капитана.